Готовься не летом, а сельскохозяйственную технику вообще круглый год. На площадке сибирской агропромышленной выставки-ярмарки перед конгресс-холлом словно на парад выстроились отечественный комбайн, можно сказать компьютер на колесах, пресс-подборщик, готовый к работе в суровых российских условиях, трактора от китайских и не только производителей, и еще немало чудес техники. Глава областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа внимательно изучает ассортимент омских дилеров и заверяет, ни крупные хозяйства, ни простые фермеры без нужных машин не останутся. Если говорить о выставке техники, это сегодня как раз то направление, когда в рамках санкционных есть другие варианты, из Китая техника, сегодня широкая линейка Россельмаша, большая линейка с Белоруссией, поэтому сегодня проблемы в обеспечении техникой нет. И вот сегодня это подтверждение, вот те образцы техники, которые выставлены здесь на выставке. Неподалеку от выставочного ряда раскинулся торговый. Более трех десятков фермеров из Омской районов области привезли свои лучшие товары. Добрый день. Здравствуйте. Вот все, что у нас выращивается, это везде весь мед от этих культур, да? Да. А вы стоите у нас где? Канедовод, поселок. Знать должны одно из лучших хозяйственных районов. 2022 год будто решил проверить АПК Омской области на прочность. Засухо в южных районах, санкционные ограничения, колебания цен на зерно, масличные культуры и другое сырье. Испытаний хватало, но регион справился. Обеспечил свою продовольственную безопасность, собрал внушительный урожай, еще и перевыполнив годовой план по экспорту. Благодаря открытию новых рынков сбыта на Востоке. Теперь можно строить планы на будущее. Теперь мы должны уже в новых условиях, чтобы нашу продукцию получить как можно дешевле, как можно ее больше, поднять в производительность туда и за счет этого дальше жить, ну не существовать, а просто жить, работать и получать те экономические, финансовые, политические даты, как они у нас были. Впрочем, конец года – время не только для подведения итогов и планирования, но и для поощрения тех, кто своим трудом внес особый вклад в успехи области. Накануне профессионального праздника лучших работников агропромышленного комплекса и владельцев личных подсобных хозяйств наградили почетными грамотными дипломами. Церемония прошла на площадке областного агентства развития и инвестиций. А еще 16 счастливчиков уже на сцене музыкального театра получили из рук первого зампредседателя областного правительства Валерия Бойко ключи от новеньких автомобилей. Машины достались победителям отраслевого соревнования.